здравствуйте приветствую внимательно о чем-то общаетесь интересным загадочный вид у вас такой обычный вид разговариваю обычно об отношениях стран моей собеседника поэтому я представляю с меня зовут артем я донечанин из киева меня зовут михаил я россияне не понял а вы о чем разговариваете чего угодно но не геополитика так как мы в них не понимаем очень политикой должны заниматься политики нет политика может заниматься человек который изучает историю там скажем так какие-то документации что-то видел что-то знает но не человек который там а где-то работает где-то ему кто-то сказал тому кто-то передал там его мама у мамы жена сестра брат сват и понеслось в конечном итоге откуда то есть данная информация подтвердить ее никто ничем не может ну я как раз старая политика я стараюсь опираться на факты но мне но мне интересно вот слышать мнение россиян вот как вы думаете почему россия напала на украину ну давайте вот смотрите я бывший спортсмен не скажу вот так вот отвечу просто на за одно слово напасть напасть это эффект реакции может быть и ожиданности но стопроцентный успех потому что ты подойдешь к телу человека то есть ты нападешь нет смотрите вопрос на падение на падение ну и когда он запирается напасть он очень долго вокруг ходит высматривает нападает на рано и проводит прием да и 96 и 9 процентов что прием закончится положительно но есть но вот как раз вот очень хорошее сравнение вот ваш самбист кстати он же там типа самбист ваш этот дзюдоист фюрер я понял так вот он на это тоже думал что у него 95 процентов а если не 100 что он сейчас проведет прием и украина будет на лопатках а получилось ну сейчас я закончу фразу и потом вас послушаю без проблем но получилось немножко по-другому оказалось что этот небольшой юркий соперник ну как это сказать есть есть хорошая фраза когда российская армия вторая армия мира единственная которая может превратить сша в радиоактивный пепел к сожалению было занято тем что получала звездюлей от сумской терр обороны теперь я вас слушаю вернемся к слову на нападение давайте а мы здесь видим это как что вроде бы потому что мы же отталкиваемся от фраз прозвучавших от наших я за это лично я отвечу от наших вот за эти слова от наших добрых соседей потому что я к этому народу абсолютно отношусь ровно вообще параллельно хоть он с украины куда хоть с эфиопией мне кажется человек по факту а я от наших добрых соседей вижу именно план нападения таков что пошли дошли и когда с той стороны главнокомандующий сказал хорошо дайте мне подумать а сам полетел за океан там прилетел сказал ну что мне делать вот уже подошли вот стоят у порога стучат ему сказали скажите нет он сказал нет отошли и как правильные правильные солдаты пошли и разница в том что никто не нападал и никто не объявлял войну потому что между словом война и слов разница очень большая смотрите давайте я тогда чуть-чуть разберем ваш ваш ответ по поводу пошли и отошли так отходили из под киевской области чтоб пятки блестели свистели и все остальное только столько спаленной вашей техники столько вы первые это именно под киевом мы очень огромное количество людей потеряли поэтому фраза о том что под прошли потом отошли это все знаете как бы это сказать помягче пользу бедных в пользу бедных в ваша вот именно ваша армия вы сами рассказывали о том что ваша супер армия супер сильная вы сами в это поверили нет я гребли потому что оказалось что ваша армия не настолько супер сильная я вот сколько слышал от ваших пропагандистов что мы то эту украину мы там бровью поднимем и она за два дня упадет что там то есть украинцы оказалось нет украинцы умеют воевать и умеют воевать очень хорошо ну вот вопрос заключается в том что война началась то не в двадцать втором году а в четырнадцатом когда вы захватили крым оккупировали потом его аннексировали и донецк и луганск оккупировали уже аннексировали только двадцать втором году вот тогда началась война все что происходило на территории крыма и донецкой луганской области по международным понятиям и есть агрессии одной страны против другой в международном праве нет понятия война есть агрессии одной стороны против другой и вот может я попадаю под этим понятием вопрос на засыпку задавал ушел что вот я как бы ни у кого не спрашивал смотрю очень так толково толково разъясняетесь вот у меня чисто вопрос ну сложенных висеть на из двух ответов что будет когда все станет так как зачем пришли скажем так российская власть вот что вы скажете вам придут допустим и спросят вы помните вы говорили и что вы скажете когда будет ну ваша власть смотрите я вам сейчас просто развернут ответ сразу дам гипотетически ну конечно всегда возможно гипотетически что вы победите гипотетически в реальности предпосылок этому нет по одной простой причине потому что вас выгнали из семи областей могу перечислить если хотите не фактически вы контролируете не полностью четыре области то есть богу от большей части областей вас выгнают второе понимает поводу того как всегда меня очень сильно тревожит вопрос такой между слов отошли и выгнали ну блин это большая разница будем честно ну вот понимаете когда вам вот эти вот только бахмута начали выходить бахмута сразу на пасли 1000 триллион два миллиона постов как мы там долбаем бахмуты зачем это делать люди же гибнут неважно какие они же гибнут затем смотри еще куда надо посылайте еще смотрите по поводу ну и я в я с вами такого не говорю то что в ваших там огромное количество положили да это и даже даже ваш пригожин говорил о том что местные штурмы это все это за все это он рассказывал так что это не я придумал американцы допустим американцы сказали что представитель пентагона сказал что под бахмутом вы потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными из них 20 буквально просто вот именно надо вставить мне вот этот момент я вам честно скажу да так как я вот здесь родился вырос я патриот своей страны честно скажу я не вам лично а вот этому пидорасу который с пентагона там что-то считает могу сказать пошел он нахуй то же самое я уверен что будете через лет пять говорите вы тогда когда просто наебут вашу страну смотрите какой смысл давать одному из них нож и говорит то есть то есть смотрите вы давайте пример если вы хотите по поводу ругаются два соседа до у одного соседа грубо говоря автомат а у нас ничего нет и нам дали не ножка а нам нам дали хороший пистолет конечно нам помогли не продали я вас расстрою нам основная масса вооружений которые приходят в украину дается по безвозвратному кредиту мы за него не должны будем платить нет ленд-лиз это другое ленд-лиз еще не действует для украины он подписан американцами но он еще не действует а по ленд-лизу не 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 нам еще еще адресно дают до ленд-лиз еще не дошло ленд-лиз поймать для того чтобы запустить ленд-лиз там нужно подготовить промышленность там много там а у вас дома вот есть телевизор смотрите как у вас цифровой то есть тарелка стоит или прям как у меня вообще его нет вот у меня дома стоит короче тарелка и там все иные всякого такая вот тоже будут бурда короче эти каналы и сегодня утром перед работой иду и смотрю я просто понимаете когда смог глядя на глаза вашего президента я в его глазах я вижу то что он хочет я его никак не называю вы психолог нет я просто очень сильно вижу может быть и он и долю какое-то переживание именно за свою страну но то как я увидел как он сегодня пытается этим двум там каким-то петухам что-то объяснить один из них вот так вот ему показывает и вот так вот знаете давайте давайте вот ну то что делает наш президент мы будем сами решать как он действует что я не про то что я не про то что ваш я понял я понял я понял я вас услышал я вот смотрите я сейчас хочу что таки вернуться вы мне сказали что будете делать если там россия я буду продолжать помогать пацанам чтобы воевать против вас если вы захватите и патетически захватите украину а я являюсь этим как-то врагом народа днр и уже давно вы понимаете вот сама сама суть слова что он неправильно то что вы сказали я буду помогать воевать знаете когда человек защищается это нормально когда под к нему подходит бу-овник и пытаются вы грабить а человек защищается это нормально поэтому вы сейчас вы сейчас вы сейчас помогать у куда помогать по ребята воевать защищать свою страну вы сейчас состоянии вы сейчас состоянии хуden ка- McD говорити об воевать плохо воевать плохо Зачем вы воюете? Зачем вы сопротивляетесь? Это так? Нет, я вам не сказал, зачем вы воюете. Ваша страна, сейчас уже пошла волна по всему, все рычаги, которые только возможны, чтобы мы сели за стол переговоров с вами. Почему? Потому что есть большой риск, что вы не выдержите этот контрнаступ, который может произойти в любой момент. Контрнаступление. И сейчас и Китай, и Венесуэла, и еще кто-то там рассказывает, что надо садиться за стол переговоров. А, Индонезия, что надо развести войска и, мол, типа договариваться. Мы уже попытались с вами развести войска и договариваться. Это был Минск. Что произошло? Развели на те позиции, которые оставили наши. Зашли ваши. Поэтому веры вам к тому, что развести и не стрелять, нет. Вы, получается, хотите развести и оставить под своим контролем нашу землю, наших граждан. Нет. Все. В 2014 году с вами пытались договориться. После этого пытались договориться. не понимаете. Пока мы не выгоним вас с наших территорий, мы не успокоимся. Ваши территории нам нахер не нужны. Ну, вы сказали, что вы как? ДНР, да? Враг народа ДНР. А почему? Ну, потому что у меня проукраинская позиция. Я сам из Донецка. А почему вас, вы говорите, называют врагом? Ну, потому что были прецеденты. Подожди секунду. А кто называет? Люди называют или... Представители типа власти ДНР. Ага, а люди? А люди разные есть. Ну, а у вас вот свобода слова? Да. Ну, а что же вы тогда не на ДНР находитесь? Так, свобода слова не в ДНР, а в Украине. Подожди. Я просто не могу... Я сказал, я дадичанин. Из Киева. Я понял вас. Нет, я просто к тому, что если ДНР была Украиной, и у вас свобода слова, то почему еще ДНР, как вы говорите? Потому что они оккупированы вашими войсками. Ага, и люди там резко заговорили, все сразу перестали и начали говорить на... и все соблюдать прямо по российским канонам. Знаете, я вам скажу так, большинство людей как-то вот боятся людей с автоматами и будут делать то, что они говорят. А в 2014 году зашли русские... русские типа добровольцы, ну, россияне, с автоматами. И это есть сотни этому подтверждений, сотни видео, когда кричит, отойдите за поребрик. Знаете, что такое поребрик? Ну, знаю. Мы не знали. Оказывается, это бордюр. Большинство доничан не знало о том, что это бордюр. Или зайдите в парадное. У нас так не говорят. У нас говорят подъезд. Или когда спрашиваешь у человека, сколько времени, он почему-то говорит, время плюс один час. Потому что у вас плюс один час. По Москве плюс один час. Ну, вы знаете, в этом-то и беда заключается такая тонкость. И в чем ошибка? Потому что те люди, которые говорят плюс один час, и если он оказывается еще в военной форме, то он, блядь, стрелял всего три раза в жизни. Поэтому замочить его нехуй делать украинскому солдату. А человек, который военный... А вы знаете, что в Донецке и Луганске практически у нас не было военных никаких. Практически. У нас единственное... Давайте раз в ЗНР... Каждый третий мужчина России это военный. А у нас в Донецке была одна часть, которую условно можно называть военной. Эта часть была МЧС, по-вашему. Ну, да, да, я понял. То есть у нас не было военных в Донецке. А зашли ваши, с автоматами, подготовленные. Это спецура была. Которые очень активно действовали. Я желаю все равно, я желаю каждому человеку. Вам, себе, другим, на всей земле. Мира и добра самому. Мирного неба. Знаете, есть хорошая фраза. Да, да, да. Есть хорошая фраза. Волдемейр. Они хотят нас убить, а мы хотим просто жить. Как мы будем с ними договариваться? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok